Добро пожаловать в библейскую школу Центра духовного просвещения. В этом квартале мы изучаем книгу «Псалтирь». Квартал близится к концу. Сегодня уже 11-я неделя, соответственно, 11-й урок. Он называется «Жажда Бога на Сионе». Книга «Псалтирь», 83-я глава, первые пять стихов. Начальнику хора на гевском орудии кореевых сынов «Псалома». Как вожделенно жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни! Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой, блаженно живущий в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Говорится, что это псалом сынов Кореевых. Давайте вспомним, кто это такие. В книге «Числа» в 16-й главе, в стихах 8 и 9 находим. «И сказал Моисей Корееву, послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом служа для них». Мы находим, что Корей принадлежал к колену Левия, и его, как говорит Моисей, это колено Бог Израилев отделил и приблизил к себе, чтобы исполнять службы при скинии Господней, стоять пред обществом служа для них. К сожалению, Корей был бунтовщиком, и он погиб. Однако в 26-й главе книги «Числа» в 11-м стихе написано «Но сыны Кореевы не умерли». То есть у этого бунтовщика были потомки, которые не присоединились к нему в восстании против Моисея и Господа. И вот они продолжали служить при храме. И вот здесь псалом его потомков. Какое место описывается в этом псалме? Во 2-м стихе говорится «Жилища Твои, Господи». В 3-м – «Дворы Господни». В 4-м – «У алтарей Твоих, Господи». В 5-м – «В доме Твоем». Речь идет о храме Божьем в Иерусалиме. Какие чувства вызывает у сынов Кореевых храм? Во 2-м стихе написано «Как вожделены жилища Твои». В 3-м – «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни». То есть вот святилище, храм, дом Божий вызывает притяжение, тягу и вот такое томление, когда же я там окажусь у сынов Кореевых. И потому интересен вопрос. Коль скоро они левиты, коль скоро они служители, то чем можно объяснить это томление? Разве они уже не там? Давайте вспомним из 1-й книги Паралипоменон, 25-й главы, 8-й стих. «И бросили они жребий очереде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками». Дальше в 23-й главе, 2-й книги Паралипоменон, стихи 2-й и 8-й. «И они прошли по Иудеи и собрали левитов из всех городов Иудеи и главпоколений Израилевых и пришли в Иерусалим и сделали левиты и все Иудеи, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед». Речь идет о том, что сыны Левия и священники, и левиты были распределены в 24 группы, в 24 череды. Слово «череда» само за себя говорит. «Они приходили на служение в храм по очереди». И вот здесь описан эпизод, когда сказано, одну череду он не отпустил, а пришедшую на смену ей присоединил к этой группе, и там затем произошло воцарение царя. Так вот, были перерывы в служении сынов Кореевых, и они, находясь у себя в одном из городов, отведенных для левитов и священников по всей территории Израиля, они вспоминали, как же хорошо там, как благодатно, как вожделенно то место, и ждали, когда наступит очередное время их служения. Продолжаем дальше читать. 83-й Псалом, стихи 6 по 13. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Божий сил, услышь молитву мою, внемли, Божий Яковлев, Божий защитник наш, преклони, преникни и презри на лицо помазанника твоего. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога, в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности он не лишает благ. Господи, сил, блажен человек, уповающий на тебя». Какая группа людей описана в этом? Давайте посмотрим на имеющиеся маркеры. В шестом стихе сказано «блажен человек». В оригинале используется слово «адам». Общий термин, обозначающий представителей человеческого рода. Далее, в восьмом стихе говорится «являются пред Богом на Сионе». То есть это те люди, которые приходят на Сиона. И вот в книге «Второзаконие» в свое время, 16 глава, 16 стих, Господь оставил заповедь. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лица Господа, Бога твоего, на место, которое изберет он праздник опресноков, праздник седмиц и праздник кущи. И никто не должен являться пред Бога, пред лица Господа с пустыми руками». Речь идет о паломнических праздниках. Трижды в год мужеский пол должен был являться пред лица Господа. Но, как повествует в Священном Писании, приходили, естественно, с семьями своими, с женами, с детьми и так далее. И таким образом перед нами еще одна группа людей. Это паломники, которые приходят на праздники Господни. Какие же чувства вызывает храм Господень у паломников? Давайте посмотрим на 11 стих. «Один день во дворах твоих лучше тысячи». Вот как они оценивают то особое время пребывания вместе со своими соседями, родственниками, знакомыми, близнями, дальними. И вот это время, когда все сходятся поклониться Господу, в промежутках между этими праздниками народ вспоминает и тянется, тянется снова прийти на то место. Что обретает приходящий в Божий дом? Во-первых, в 8 стихе написано «приходят от силы в силу». То есть, когда они проходят через долины, через горы и так далее, Господь их подкрепляет. Для некоторых путешествие занимало около трех дней. И вот само путешествие требовало Божьей защиты, и это опыт обретения помощи от Господа. Далее стихи 9 и 10 описывают молитву, текст молитвы. «Дом и назовется домом молитвы», сказал Господь через Исаию. То есть, там помолиться, на том месте, месте Божьего присутствия, это был особый опыт. Но в ответ на молитву приходит то, что Господь обещал, и то, о чём люди просят. В 12 стихе описывается защита от Бога, благодать Божья, слава, благо от Господа. В 13 стихе блаженство, благословение. То есть, мы находим, что и у служителей, которые совершают служение Господу в силу очереди, и у паломников вот это место, место дворов Господних, храма, куда приходили для поклонения Господу, оно было связано с самыми чистыми, возвышенными воспоминаниями, и были вожделены вот все эти пространства Святого Божьего Дома. Ещё один Псалом на сегодня, Псалом 121. Давайте откроем Псалом 121 и посмотрим на его содержание. Почитаем его целиком, все 9 стихов. Песнь восхождения Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдём в Дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалиму. Иерусалим устроен, как город, слитый во дно, куда восходит колено, колено Господней, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствий в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». Вот это опыт отдельно взятого человека Давида. Какие чувства вызвало у Давида приглашение пойти в храм? Первый стих говорит «возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Радость. Дальше. Какова главная цель вот этого посещения, этих паломнических праздников? Песнь восхождения, напомню, мы это уже изучали в этом квартале, это паломнические псалмы. Какова главная цель паломнических праздников согласно этому отрывку? Четвертый стих говорит «славить имя Господа». «Куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне». Праздники для того, чтобы прославить Господа, ибо они воспоминают Божьи деяния в прошлом, они также связаны были с сельскохозяйственными ритмами, это урожай, это благодарность Господу, потому, как мы читали сегодня, никто не должен был являться с пустыми руками. То есть это праздник благодарения. Далее, что еще осуществлялось в Иерусалиме? В пятом стихе написано «там стоят престолы суда». В книге «Второзаконие» в 17 главе, стихах 8 и 9 написано «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласны мнению в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам и левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». Во время посещения Иерусалима была возможность решить и некоторые тяжбы, если суд низших инстанций не был в состоянии прийти к однозначному выводу. Там было преимущество, потому что у первосвященника был Урим и Тумим, к которому можно было обратиться в трудных случаях, и Господь сам осуществлял судопроизводство. Чем обусловлен призыв молиться об Иерусалиме? Написано в 6 стихе «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, в силу чего?» Дальше указаны причины. 8 стих говорит «Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир тебе». То есть в Иерусалиме братья и ближние Давида. И они там обретаются. Ради них он молится. И это, конечно же, верно и в отношении других мест. Например, книга про Иеремию, 29 глава, стихи 4 по 7. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. «Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жены, рожайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жены и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Вавилон, вражеская территория. Но раз там живет человек, нужно молиться об этом городе, то есть о мире этого города. Соответственно, первая причина, чем обусловлен призыв молиться в Иерусалиме? «Ради братьев моих, ради ближних моих, любое место, где живешь ты, или те, кто тебе дорог, о нем надо молиться». Еще одна причина указана в 9 стихе 121 Псалма. «Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе». Еще одна причина – ради дома Господа. В Иерусалиме находился ковчег во время Давида. Позже, соответственно, было указано ему, Давиду, место, где нужно будет построить храм и так далее. Вот еще одна причина – молиться. Молиться о том месте, где находится дом молитвы для всех народов. Вот вторая причина – молиться об этом месте. Продолжаем исследовать тему «Жажда Бога на Сионе», исследовать, чем был для народа Божия Иерусалим, в частности, храм и богослужение там, и обратимся к Псалму 86-му. Книга «Псалтирь», 86-я глава. Прочитаем там все семь стихов. Сынов Кореевых, Псалом, песни. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается тебе град Божий. Упомяну, знающие меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и тирси Фиопию скажут «такой-то родился там». А Сионе же будут говорить «такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Господь в переписи народов напишет «такой-то родился там». И поющие, и играющие все источники мои в тебе. Очень интересный Псалом. Первый вопрос такой. На каких горах построен Иерусалим? Сказано основание его на горах святых. Давайте глянем на карту местности. Вы можете видеть гору Сион и гору Мореа. Там есть известные долины рядом с ними, Кедронская долина, долина сыновей Еномовых. И вот, соответственно, на этих двух горах построен был город. Почему Господь любит Сион более иных мест? Давайте глянем на книгу Псалтирь 77, главу стихи 68 и 69. «А избрал колено Иудина, гору Сион, который возлюбил и устроил как небо святилище свое, и как землю утвердил его навек». Там находилось святилище. Господь избрал это место, город Иерусалим, чтобы там находиться храму Божию. Вот почему Господь любит Сион больше иных мест. Теперь, есть интересная фраза у нас в 4 стихе написано. «Упомяну знающий меня о Рааве». Что такое Раава? О чем идет речь? Если у вас открыт синодальный текст, то вы, скорее всего, можете в своей Библии найти звездочку после слова Раава, и внизу написано «О Египте». Это соответствует действительности. Мы можем посмотреть, например, на книгу Парука Исаия, 30 главу, 7 стих. У нас написано в синодальном переводе «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно». Здесь речь идет о Египте, а вот вторая часть нуждается в коррекции. Вот как это звучит в современном переводе Института перевода Библии в Заокском. «И я прозвал Египет присмиревший Раав». То есть в Библии действительности Египет и Раав используются как взаимозаменяемые понятия. Итак, у нас Египет, Вавилон, Филистиблини, Тир, Ефиопия. Вот о чем идет речь? Каков смысл стихов с 4 по 7 в 86-м псалме? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, приглашаю обратиться к еще одному псалму в книге «Псалтирь», где есть схожая тематика и схожая терминология. Это Псалом 67-й. Прочитаем там стихи 18-19 и потом 32-й и 33-й. «Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, в Освятилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа. Есть желание, чтобы и из противящихся обитали у Господа». Что же это означает? Стихи 32-й и 33-й. «Придут вельможи из Египта, Ефиопия прострет руки своих Богу, царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа». Мы здесь находим, что упоминается ряд стран, и выражается Божье желание, чтобы из Его противников обитали у Него. Египет упоминается, Ефиопия, которая есть и в 86-м псалме, и сказано «Они придут». Ефиопия прострет руки свои к Богу. Речь идет об обращении к Господу представителей разных народов. И вот в свое время пророк Исаия, 56-я глава, стихи 6-й и 7-й, это видел так, «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих в субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо Домой назовется Домом молитвы для всех народов». Речь идет об обращении к Господу. Представителей всех народов. И это Божье желание. 86-й псалом является пророчеством о том, что представители других народов, их имя будет ассоциироваться с Израилем, с Иерусалимом, вот с тем местом, где осуществляется Богопоклонение. Еще один псалом на сегодня – это псалом 45-й. Книга «Псалтирь», 45-й псалом. Прочитаем первые шесть стихов. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов – песнь. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце Марии. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его. Он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра». Во-первых, о каком месте идет речь? Что такое град Божий? Тут у нас есть подсказка «Святое жилище Всевышнего», 5-й стих. Это Иерусалим. Это место, где находится Божий храм, о чем мы только что читали в 86-м псалме, в стихах 2-м и 3-м. Где еще в Библии есть описание явлений в 3-м и 4-м стихе, когда, говорится, поколебалась земля, горы двинулись в сердце морей, горы трясутся и так далее. Ответ в книге «Откровение». В книге «Откровение» в 16-й главе прочитаем стихи 17, 18 и 20. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось, и произошли молнии, и громы, и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и всякий остров убежал, и гор не стало». Книга «Откровение» описывает время, когда то, о чем написано в 45-м псалме, станет реальностью в буквальном смысле этого слова. Теперь прочитаем остаток этого псалма, 45-й псалм, стихи 7 по 12. «Восшумели народы, двинулись царство, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господни, какие произвел Он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожжу к огнем. Остановитесь и познайте, что Я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Где еще в Библии есть подобные сцены? В первую очередь стихи 7 и 8, где говорится, что «восшумели народы, двинулись царство, а Господь защитил, Господь сил с нами, Бог Иаков заступник нас». Снова у нас есть отрывочек в книге Откровения на эту тему, 6 глава, стихи с 15 по 17. И цари земные, и верьможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот здесь Иоанн использует слова из 45-го псалма и некоторые иные отрывки из пророков, например, Амоса, 9 глава, 5 стих, Наума, 1 глава, стихи 5, 6, где есть те же самые образы. Следующий вопрос. Где еще в Библии есть описания, схожие со стихами с 9 по 12, 45-го псалма? «Придите и видите дела Господни, какие произвел Он опустошение на земле, прекращая брань до края земли. Остановитесь и познайте, что Я Бог буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сел с нами, заступник наш Бог Якова». Вот эти все реалии, они снова встречаются в книге Откровения, 20 глава, стихи 7 по 9. «Когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брани, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Описывается то, что будет происходить после тысячелетнего периода, когда нечестивые народы окружат небесный город Иерусалим, стан святых, город возлюбленный. О том, как он окажется на земле, рассказывает следующая, 21 глава. Во втором стихе сказано, он с неба опускается на землю. И вот когда, казалось бы, враги уже готовы захватить этот город, является Господь, не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. То есть то, что записано в 45-м псалме, оно повторяется в книге Откровений и рассказывается о событиях с самого-самого конца. Вот это некоторые аспекты значимости Иерусалима, значимости псалмов, которые связаны с ним в апокалиптической перспективе, потому что есть город небесный, которого ещё Авраам искал, которого чаяли все божьи люди на протяжении всех веков. Последний псалом на сегодня, псалом 124. Прочитаем там все пять стихов. Песнь восхождения. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простёрли рук своих к беззаконию. Благотвори Господи добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить, сделающими беззаконие мир на Израиле». Несколько вопросов. Что приносит надежда на Господа? Первый стих говорит, «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». То есть спокойствие, стабильность, непоколебимость. Вот что приносит надежда уповании на Господа. Какая идея передана образом гор вокруг Иерусалима? Во втором стихе написано, «Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек». Речь идёт о защите, потому что дальше в третьем стихе объясняется, «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных». То есть Господь окружает своих верных Ему и защищает Его, так же, как топография местности города Иерусалима защищала Иерусалим. Следующий вопрос. «В чём опасность продолжительного засилья нечестивых?» Третий стих говорит, «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простёрли рук своих к беззаконию». Когда нечестивы долго правят, то у народа Божьего появляется искушение подражать, простирать руки свои к беззаконию, подобно нечестивым, которые правят над народом Божьим». Следующий вопрос. «Что означает правые в сердцах своих?» Четвёртый стих говорит, «Благотвори Господи добрым и правым в сердцах своих». Человек, конечно же, как правило, считает себя правым, но не об этом идёт речь здесь. Первый ключевой термин «правый» это еврейское «яшар» означает дословно «прямой», поскольку дальше вот у нас в пятом стихе как раз-таки противоположная ситуация описана, а совращающийся на кривые пути свои и так далее. Итак, «прямой», сердцем, сердце в Библии это разум, мысли. Например, Псалом 80, стих 13. «Потому я оставил их упорству сердца, их пусть ходят по своим помыслам». Здесь параллелизм. Сердце, помыслы. Итак, есть люди, у которых в сознании, в разуме всё прямо, то есть соответствуют воле Божьей, а есть те, кто совращается на кривые пути свои, изобретает своё. И вот вопрос, каково наказание идущим кривыми путями? Ответ может быть неожиданным. Пятый стих говорит, «а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие». Господь просто оставляет их. И человек, преданный самому себе, начинает пожинать все результаты своих поступков. Как написано в книге пророка Иеремии во второй главе в девятнадцатом стихе, «накажет тебя нечестие твоё, и отступничество твоё обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет, в тебе говорит Господь Саваоф». Вот это наказание. Человек остаётся без Господа. Его присутствие, его защита, его благословение накажет тебя нечестие твоё. Это всё, на что у нас было время сегодня. Если материал этого урока принёс вам благословение, не забудьте поставить лайк, поделитесь ссылочкой на него с другими, подписывайтесь на канал Центра Духовного Просвещения. До следующей встречи в исследовании книги Псалтирь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова